Ау, с вами Юлий. Hello, меня зовут Дэн Шмальц. Не-не, Денис Онежко. Денис сменил фамилию ради хайпа. Ох, не ожидали. Чего у тебя здесь? Это сейчас забейте. Нет, вот здесь. Это борода? Нет, вот здесь у тебя как будто. Вот это? Нет, вот здесь. Вот это? Да. Это моя плешивая. И с другой стороны. Это моя плешивая борода. А что значит плешивая борода? Плешивая значит, она кусками растет. Ооо. Просто нужно подождать, пока она отрастет, и не акцентировать на этом. Внимание, мы смотрим. Кстати, ты в тему сказал, мы смотрим шоу «Косметический ремонт», где из уродов немодных делают модных штучек. У меня на канале уже был обзор. Это вот пузьмой. Очень классно было. Нет, это было... Я там один был. Я туда еще скетчи даже добыл. Да, я был такой жирный почти, как сейчас. Смотрите там. Почему ты смотришь, что ты жирный? Ты не жирный, хватит комплексовать. Я не комплексую, я... А, нихуя, реально, нихуя. Вам не видно? Вот Денису видно. Вот это пузо, Денис. Охуеть. Я его наил. Ну ты просто на мася сейчас. Хе-хе, на жрасси. Ооо. Шоу, 4-х-3. Шоу, 4-х-3. Сейчас было классно. Если вы считаете, что автозагар это красиво... А так это из 2006 где-то шоу. Или из 2008. Ебать она, старая. Сейчас поугаем. А помнишь, мы смотрели шоу, где вела эта женщина? Она вообще никому не понравилась. Про мамочек. Про мамочек? Нет, там другая ведущая была. Да, ну это она была. Не-не-не, это другая. Писк моды. То мы готовы с вами поспорить. Как много жоп было в 2006. Егор, замажь, пожалуйста, очко у женщины. А то как-то слишком для Ютуба. Тут, по-моему, будет робот с ними говорить такой. Да-да-да. Я помню еще это шоу, когда шоу по ТНТ. Вот, и я такой, какое странное шоу. Привет, пот. Привет, Саша. Ты как всегда. Привет, Саша. Я... Че? Блин, да я. Ой, не в шучу. Он говорит, привет, пот. Он такой, привет. Очень удобно у тебя на спине и под мышками. Ага, пот. Пот. Я думал, что все поты есть надо, знаешь. Ху-ху-ху-ху-ху, у тебя еще хуже. Шутка. Ты как всегда неотразима? Ага, знаешь, ты мне напомнил одну шутку. Какую? Хочешь быть неотразимой, не смотри в зеркало. Ха-ха-ха, поту смешно. Да, и если говорить о красоте наших сегодняшних... Как от этого разговора веет прошлым. Прям как будто я склеп какой-то открыл, и на меня пахнуло пылью. По красоте наших сегодняшних героев, то без чувства юмора здесь не обойтись. Тогда были модные пересветы в прошлом. Да, почему-то. Потом они перестали быть модными, потом появился Ивангай и Янго. Пересветы снова чуть-чуть стали модными на ютубе, вот. Но потом такие, ё-ка, нет, пересветы не очень. Без чувства юмора здесь не обойтись. Неужели все так плохо? Почему пот постоянно... А он такой, типа, ну вот так, он на самом деле по-другому все видит. Он, типа, женщина. О, привет, неотразимый. Робот из мужчины. Ну, подойдешь к женщине и такой, привет, неотразимо выглядишь. Неужели все так плохо, Саша? А он ее прям рассматривает, видишь? Может, он ее в заложниках держит? Сегодня на косметический ремонт пришли. Обычные подписчицы с ютуба. Девочка-палитра. Я люблю яркие цвета не только в рисунках, но и в одежде. Жертва краски для волос. Все мои коллеги в шоке от моего образа. Да, потому что с таким париком неудобно суши нарезать. Волосы попадают... Или убираться. Темник. И навязчивая идея. Иногда я немного жалею, что родилась не в Японии. Ну что, пот... Да, прям так на Японию было похоже. Это японский образ. Так классно! Ты постоянно учишься, на тебя постоянно давят. Потому что нужно хорошо учиться, чтобы поступить на хорошую... Чтобы подзайметь хорошую работу. Везде. Нет, там это прям жестко. У них самый высокий, по-моему, уровень суицида. Да? Да, у них очень много людей кончают жизнь самоубийством. Потом ты работаешь на одной работе. Как классно жить. Самая развитая страна и самый высокий уровень суицида. Ну они много пошут, они много учатся и много работают. Ну что, пот, тебе точно хватит чувства юмора на наших сегодняшних героев? С этим проблем не будет. Тогда с кого начнем? Меня заинтересовало вот это разноцветное. Надо было, чтобы шутки для пота Юра Хованский писал. Вот это было бы круто. Антхаштал, у тебя хватит чувства юмора? Я про Японию думал. Япония, она вообще такая, она впереди планеты всей. И если зайти на японский ютуб, я уже показывал, там вот прям будущее. Там максимально тупой контент. Ты говоришь про ТВ-шоу или про ютуберов? Про ютуберов, да. Самое топовое, там это вот, где чувак помидорки просто ломал. Ну не помидорки, а перец. И звук приятный был. И чуваки, которые, не знаю, есть, знаешь, карточки. Просто открывают и показывают, какие ему карточки попались. То есть еще тупее, чем реакция. Ну мы, короче, мы близки к самому идеальному контенту, я тебе говорю. Я заинтересовала вот это, разноцветное. А, я тебя поняла. Это девушка художница. Но главный объект ее художеств. Это выглядит, как будто ты в игру играешь. И тебе нужно убить 10 монстров. И тебе показывают, кого нужно убить. Сейчас карту покажет, куда нужно идти. И ты там будешь... Очень хорошо прорисована. Гриндить. Женщина-кошка, начинающий моб, плюется ядом. Типа можно найти в кустах с ручей. Загрузка данных. Во что вот это вот вечно написано по бокам? Просто какой-то текст безумный. Выпей еще чаю до этих французских булок. Ее собственная внешность. Меня зовут Катя, мне 19 лет. Я занимаюсь фотографией и рисунком. Вот один из моих шедевров. Это калаш. Я могу вам показать несколько своих... Я могу вам показать несколько своих рисунков. Это вот. Я, можно сказать, без макияжа. Я люблю яркие цвета не только в рисунках, но и в одежде. Ну это прям... Ну это живой человек. Я не могу говорить ничего плохого про ее рисунки. Они... Я вот так лайканул. Они реально... Рисует, рисует. Да. Это такое занятие хорошее. Вот если бы она такая... Давайте за 100 посмотрим. Что ты такой бедный, красный. А вот тогда бы я гадость сказала, так? Единственное, к чему можно, в принципе, доиваться. Девушка, у нее здесь... Вот, если очень притянутся, что у нее здесь вот зеленое вот это... Что вот это... Ее интересуются мужчины. В чем проблема тогда? Зачем менять ей стиль? Я люблю яркую обувь. Она у меня под настроение. Столько вопросов. Такого цвета ее настроения. Особую красоту моим глазам придает линзы, которые меня делают похожи на кошку. Ясно наш... Я хочу сказать. Линзы, кошачьи глаза, никого не делают похожими на кошку. Они делают людей похожими на людей, которые носят линзы с кошачьими глазами. Это вот самая высокая планка. Линзы палево. Всегда видно, что на тебе линзы. Вообще, мне очень нравится образ, который Катя для себя выбрала. По-моему, мне не нужно менять. Америку любят, блядь. За врагов. За врага. Вообще, знаешь как? Решить все проблемы в участниках этого шоу. Нарядить их всех в худи конч за 500. О, это, кстати, неплохой выбор. Да, его можно купить по ссылке в описании. О, Господи. Или в топ-бобец. Или в топ-бобец. Например, в топ-бобец. Вот тут лежит одна. Или робот. Или робот. Робот тоже неплохо. Да, и тоже все по ссылке в описании. Чуть-чуть дешевле написано, это эконом вариант. У нас одежда только для богатых детей. Кто? Кофта 4 тысячи. Ей не нужно менять свой образ. Мне было бы интересно посмотреть, как фото изменит меня. Ей все нравится. Ее друзья говорят, что все хорошо. У нее, в принципе, все не так плохо, кроме этих шаров. Потому что он тоже в каком-то роде художник, как и я. Катя, привет. Привет, Саша. Ну. У нее такое лицо, будто лицо сейчас поплывет. Привет, Саша. И лицо начинает плавиться. Да, убогая шутка. Отстань, я такая пиздец. А можно... Я приду. Чувак, это высшая степень. Ты комментируешь, а потом комментируешь свои комментарии. Вот как тебе сейчас мой комментарий, как я прокомментировал, что... А я бы это прокомментировал так. Можно сказать, что это пост-ирония в самом конце. И, короче, типа... Сейчас модно говорить просто... Что в конце все это пост-ирония была. Нет, по-моему, это давно было модно говорить. А сейчас как? Сейчас, подожди. Сейчас модно драться. Света, это как витамины. Чем больше витаминов, тем лучше живется. Ага, нет, нет. Она такая, что вы больше витамины? Да похуй, выпьем всю банку. Да в чем проблема? Что не так? Ну вот позавчера я хотел пойти с друзьями в караоке-бар. И до нас докопались и их побили. Я охуеваю. Три секунды прошло. Я пытаюсь понять, в чем она говорит. Ты уже придумал коммент к этому. Ебать. Если бы все были как ты, под нашими видео было бы 20-30 тысяч комментариев. Да, и 20-30 тысяч. И еще ответов в кути. 20-30 тысяч просмотров. Но они сказали, что давай лучше в следующий раз. Буквально вчера я узнаю, что они пошли туда без меня. А может тебе тогда не стиль стоит сменить, а друзей? Она перепутала. Она думает, что она к психологу пришла. А ты сейчас снимаешься такой. А она такая, кажется... Мои друзья со мной не общаются. Говорит, ничего, мы вам стиль сменим. Поговорим с роботом. Вот он. Его зовут Пот. Я такая, здесь ничего нет. Просто зеленый экран. Это Пот. Ха-ха-ха. Пот, как смешно. Такие у тебя жутки. Они сойдутся и будут друзьями. Вот эти две? Да. А может они еще и... Витаминки будут хаватить. И поебутся, может, еще в кадре. Чего? Что, блин, при чем тут это? Не знаю, это две тысячи шутки. Пошутить про поебаться. Не, нам вначале жопу показали. Кто знает. Оставайтесь с нами. Не переключайтесь. И прикинь, сейчас реклама пойдет. В ролике вот было бы охуенно. В середине тупо, блядь, рекламы. Рекламный бомб. Бои на закаливая. Мерседеса. Там еще что-нибудь. Телеканал. Было бы круто. И непропускаемое. Да. И чтоб человек такой, хочу пропустить рекламу. Он нажимает и не может. Пытается отвернуться и не может. У него... Он поворачивается головой, а у него монитор такой... Все сносит. И прям всегда перед лицом находится. Ну вот, мне кажется, что, скорее всего, они считают меня все еще ребенком. Из-за моего внешнего вида. Скажи, а ты в линзах была позавчера? Нет, линзы вообще я купила на Хэллоуин. На самом деле, не похоже, что ей 19, ей как будто... Где-то 29, да. Я научил его одеть. Гарри, можешь сказать, что ей 19? Сходом, что надо одеть линзы, ведь у него тоже одна большая линза. Да, очень удобная линза, которая перекрывает тебе половину, типа... Да. И ты половину не видишь. Вот так вот съезжает, и ты похожа не на кошку, а на косую кошку. Надо одеть линзы, ведь у него тоже одна большая линза. И у меня будут линзы. Линза, которая просканирует тебя и поможет тебе подобрать нужный стиль, я уверяюсь. И сделать из тебя тоже просто блондинку, как я. А представь, они просто подносят женщину к поду, и женщины такие... Ааа, я не хочу! И под такой... И все, и он превращает вот точно в такую же. И в итоге в мире миллиарды вот таких женщин. Просто одна в одну. Скучно не будет. Было бы классно, красивая женщина. Хорошая. Я забираю все свои язвительные комментарии в отношении блондинки. Она маг. Она может нас уничтожить. Смотри, 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 если ты что-то плохо скажешь, ты тоже исчезнешь. Она тоже такая. Ааа, вот так! Ладно, сейчас я верну Дениса. Фух, ты бы знал, где я был. В заднице подаль. И увидел там эту бабу с кошачьими глазами. Было там. И там. Сейчас ей уже... Я видел другие миры. Других существ. Знаешь... Ой, все. Все, дальше ряб я веду один. Ладно, пошите у Дениса выходи. Я его недалеко телепортировал. Заходи. В эту же комнату. На соседнее кресло телепортируйся. Очень удобно. Загрузка данных. Имя Екатерина. Возраст 19 лет. Проблема? Радужная жизнь. Психического характера. Прикинь, девушка, она очень серьезно относится к этому всему. И она думает, ну прям реально, вот типа, это моя проблема. И потом она ходит к докторам, такой, у меня радужная болезнь. Типа, выпишите мне лекарство. Это радужная болезнь? Что это такое? Нет такой болезни? Не-не-не, это радужная болезнь. Когда волосы просто накрасили, блядь, как мы. Твой личный гид-постивец. А ты кто? Привет, под, я Катя, художница. Ты больше похожа на палитру художника. На тебе нет живого места. Все цвета радуги. Но это же здорово. Ничего здорового я в этом не вижу. Ты похожа на детский гид-постивец. Для того, чтобы выглядело стильно, нужно не больше трех цветов, чтобы они повторялись. Ну хотя бы пару раз один цвет должен повториться. Да, например, красный, зеленый и белый. И вот так, красный, зеленый, белый, красный, зеленый, белый, красный, зеленый и белый. Будет классно. Классно так. Не-не-не, или красный, белый, зеленый, белый, красный, белый, зеленый, белый. Ты все выбираешь. Лучше шашечку. В шашечку вообще будет классно. В такую мелкую шашечку, чтобы все рябило. Ты похожа на детский калейдоскоп. Ну это еще... Ты сейчас придумал дизайнерскую одежду. Вдруг кто-нибудь посмотрит, такой опа, сделает, заработает кучу денег. Сделает такую одежду, и когда эти люди в такой одежде будут ходить, эпилептики будут падать, их пена изо рта будет идти, и этого модельера засудят. Жесть, ты тролль пепилептиков. Еще лучше, я об этом и мечтала. А также ты, наверное, с детства мечтала ходить в неудобных линзах. Да, но ведь у тебя тоже есть линза. Для меня это естественно. Она так покрасилась, как будто в первый раз в жизни. Типа, ну, по-уёбски. Она вообще так выглядит, будто она вся нарисованная. Она какая-то не очень ровная. Есть какие-то... Ну вот глаз чуть-чуть в сторону. Она похожа на персонажа из Симзы, которого ты хуёло специально создал, чтобы он уродливый был. Да, баг. Для меня это тоже естественно. Зачем скрывать свою естественную красоту за фальшивкой? Ну иногда это намного красивее, чем естественная. Внешний вид. Давай обратимся... Под сделает тебя естественно красивой. Он смоет всю косметику. Под, ты смыл всю косметику. Нет, надо смыть еще. Боже, под, ты сдираешь мне кожу. Под сделает тебя красивой. Вот теперь ты красивый. Просто показывает череп. Под это просто летающий объектив. На нем даже информация про диафрагму указана. Это мужик просто примотал себе фотокамеру к колбу и такой, я робот. Раздевайся, будем подбирать тебе стиль. Я как-то... Она такая, вы дрочите. Вы не робот, вы извращенец. Не-не, я робот. Я как-то раз был на одной тусовке. Случайно попал на нее. Вот. И там ходил жирный мужик. Я так понял... Ну он типа вот фотограф у девчонок фоткал. И я понял, что он извращенец, потому что он... Ну не умел фотографировать. Я видел, что он неправильно делает. Свет не так. Он просто позер, чтобы, короче, девчонок пришел по фотку. Чисто жирный мужик. Продимся к общественному мнению и узнаем, что окружающие думают о твоем стиле. Да без вопросов, давай. Что думаешь о ее стиле? Начнем с нас. Опрос. Общественное мнение. Ну такая иришка на максималках. Иришка на максималках? Так, чики-пики. Нашла краску. Решила попридуриваться. Чики-пики. Если что-то где-то... Я с вами. А ерки они все такие. Хали-хали, сапоги, сандалии. Ира, очень красивое имя, моя любовь. Угу. Я задал людям на улице вопрос. Куда бы вы отвели эту девушку? В театр, в кино или в пивную? В пивную, чтобы... Чтобы умыть ее пивом. Хочу. Срочно нужна вода. Нужно умыть человека. И человек упал, похоже, в косметичку лицом. Очень сильно. Она когда красилась, уснула. Смотрела очень скучную реакцию. Типа, уснула. Нет, она когда красилась, какой-то пранкер тупой подбежал и ногой ударил по косметичке. И косметичка ей вот так вот в лицо. Я думаю, они ответили в театр. А сама ты хочешь в театр? Че ты несешь? Нет, в кино, чтобы ее не видеть. Типа, сидишь, не видно. Видно фильм. И все такие, о, смотрите, 3D. И трогают ее, такие, господи, как настоящие. Эта девушка скорее больше подходит для дружеской беседы в пивной. Ну, тоже неплохой вариант. Вообще все прекрасно. Меня бы точно никогда не пустили. Ну и Ди один. Твои уцеты только пиво. Какой вздор, я так не считаю. Можешь комментариев записать. Какой вздор, я так не считаю. Я вижу, ты не очень довольна общественным мнением. Да, я недовольна. Но мне нравится, как я выгляжу. Я хочу кое-что показать тебе, Катя. Мы не поощряем то, что ты счастлив и довольна жизнью. Ведь общество это не одобряет. Странная передача. Типа, она точно надо прогинаться под мнение. Тебе классно? Тебе, нет, ты не должен получать удовольствие. Ты должен быть такой, как все. Посмотри, мне очень нравится, как выглядит эта девочка. Откуда ты взял ее? Блин, я не... Пот забрался к вам в квартиру и рылся в ваших вещах. Пот рылся в вашем мусоре. Пот знает, что вы любите. Он взломал ее в соцсетях, он все-таки пот-извращенец. Пот обсосал ваши тампоны и знает содержание вашей крови. Вам не хватает железа. Кстати, классный фильм про робота-извращенца. Который обсасывает тампоны? Да, который прям вообще ебаный на голову, типа. Но он при этом робот, он просто так запрограммирован, он как бы в этом не виноват. И ты ему переживаешь, типа бедный робот-извращенец. Вот как... Я не могу остановиться. Они такие противные, но такие вкусные. Откуда ты взял ее? Блин, я не хотела, чтобы ее кто-либо видел. Мне гораздо больше нравится девочка на фото. А мне нет. Можно так сделать. Канал Юлика. О, как. В таком случае нам не о чем с тобой разговаривать. Ну почему же? Потому что ты скрываешь от меня свою основную проблему. Я знаю, что твои друзья перестали воспринимать тебя всерьез. Они выросли, занялись карьерой, а ты осталась девочкой-кошкой с Хэллоуина. Я чувствую прям пропаганду какую-то в этом шоу. Вот сейчас сравниваю. А мне тоже вот говорят, все твои, типа, завестники растут, а ты нет. А что плохого? Что плохого? Быть вечно ребенком, вечно молодым, веселым. А вот передача другие ценности пропагандирует, понимаешь? Передача... Хуйня. Мне кажется, тебе, как и твоим друзьям, пора вырасти и перестать стесняться себя. Я уверен, ты очень красивая девушка. Давай уберем все лишнее, оставим твою естественную красоту и посмотрим, как... И вылазят ножики, и он начинает обрезать ее, знаешь, по контуру той блондинки, которая до этого была. Так... И она орет от боли, он обрезает, такой, отлично, а теперь немножко кислоты. И брыжет на нее, у нее волосы начинают белеть, чтобы она блондинкой стала. Ну и кое-где кожа обжигается, и она такая уже... И он такой, теперь ты прекрасно, поводу нравится. Смотрим, как ты будешь выглядеть. Ну давай попробуем. Хорошо. Мы переходим к стадии глубокое очищение. И шланг, и сейчас во все дырки... Хлоргик сидит, ее изнутри наполняет, и потом все выливается. Ну что ж, работы много. Снимай линзы, отклеивай ресницы и стирай свой радужный грим. Но пока только с половиной... Сейчас она будет такая прям красивая-красивая. Вот запомни, была уродка, а сейчас станет красивой. Пока только с половиной лица. Осторожно, оторвешь века. Молодец. Ты всегда делаешь это молча? Да. Поговори со мной. О чем с тобой поговорить? Скажи, в чем так? Там сидит реально задик мужик такой, с радостью, который говорит со мной, снимай себе. Это вообще глубокое очищение. В конце, знаешь, когда они уже будут переодеты с другим стилем, типа они такие, ну мне нравится, и слышно... и выходит жирный усатый мужик лысый такой, да, это я все затеял, я дрочил все это время на вас, это все мое шоу. Такие мужики обычно не выходят. Они все не сидят сзади, и все нормально. Ну да, видишь, этот мужик 38 выпусков продержался, потом, видимо, их раскрыли, и шоу закрылось. по естественной красоте, конечно. Ну, по-моему, естественная красота это не мое. Странно, ты художник, ты должна любить природную красоту. Да, но кому-то она идет, кому-то нет. Мне кажется, она не особо... Блядь, как меня бесит, она так долго глаз. Почему нельзя было это подрезать? Сейчас такая вот этот глаз будет минуту вытирать, потом второй глаз. Второй она не будет, она так половину лица будет мыть. Закрой, пожалуйста, ладонью левую часть лица. А теперь правую. Я понял, на кого она похожа, на Мурлока? Да, 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 Мурлок, у нее глаза тоже такие. Егор, поставь, как Мурлок выгляделишь, потому что много девочки могут не знать, чтобы вот узнали и просветились. А теперь правую. По-моему, очевидно, без косметики ты выглядишь намного лучше. Ну, может быть. Я хочу, чтобы поду разбили объектив. Чтобы он с разбитым объективом говорил. Он просто слишком много говорит. Тебя, тебя может бесить даже робот. Блин, он слишком много требует от людей, он никто. Мужик приходит, что ты про мою жену, что ты про мою девушку сказал? Тебе не нравится, бля, а мне нравится. Бум. Канал Юлика. как. Ты готова к преобразованию облика? Да, готова. Поехали. Слушай, как удобно, даже не показывают, как они едут. Да, как ее стригу. Ну, ничего себе. Тебе нравится, Катя? Ну, да, это необычно. Все, Катя, никаких тусовок, тебе идешь работать бухгалтером. Думал, что в таких цветах можно хорошо выглядеть. Ты думала, что хорошо выглядеть можно только, если ты одета как попугай? Ты думала, что можно хорошо выглядеть только, когда ты похожа на персонажа из игры? На первоуровневого моба? Давай посмотрим, что скажут люди на улице о твоем внешнем виде. Если они такие вот ее в театр бы повел, ну-ка-ну-ка. И там лысый чувак в кепке с цепью, думал, хуя было. На вопрос, куда было отвели эту девушку, в театр, в кино или в пивную, все решили отвезти тебя в пивную. Посмотрим, куда они поведут тебя теперь. С такой девушкой только в театр. Определенно надо сходить в романтический ресторан. С этой девушкой, конечно, я бы пошел в театр. У чувака не было варианта ресторан, он такой, нет, я представил, он свой вариант придумал, никто не просил внимания. Ты крас, ты прекрасно выглядишь, и прекрасное мнение тебе создается у окружающих людей. И ты прекрасно пахнешь. Подо нравится, как пахнет твоя одежда. Твою старую одежду мы оставим здесь. в студии. В моем чуваке. а трусики обязательно было переодевать? Мы тоже можем как пот делать, типа, вот так вот. А куда бы вы повели этих парней? А? В пивную, в театр или в кино? Напишите свой вариант. Я думаю, что в театр. Вот тебя в театр, а меня в кино. Так, так, предлагаю и продолжить вести этот ряд. А мне нравится, так прикольно у тебя шапка. А что тебе особенно понравилось в твоем новом образе? Мне очень нравятся эти замечательные туфли, они просто божественные, но у меня никогда таких хороших не было. Еще мне очень нравится цвет самой туники. Еще мне понравилось стоять полуголый перед роботом в одном халате. С припущенными штанами. Который комментировал мою внешность и хейтил меня. Она очень быстро переобулась, она только, когда чуть-чуть убрала один глаз, она такая, ну да, может быть так и неплохо. А ты обратила внимание, какими выразительными могут быть твои прекрасные глаза, пот, ты заебал. Да, я тоже так считаю, мне очень нравится. В таком случае, я могу с легким... Она боится его, она такая, да, я тоже так считаю, мне очень нравится пот, отпусти меня, моя мама меня потеряла, я три дня в этой студии. У тебя нет сердца, ты машина. Ты робот. Мне тоже так часто говорят, это вообще, впрочем, очень неприятно. Отпустить тебя, если ты пообещаешь, что сохранишь свой новый образ. Хорошо, я обещаю тебе это. Как художник художнику, я тебе верю. Спасибо тебе, пот. Ладно, слишком жарко так сидеть, возвращаемся. Вот так, круто. Супер-пупер класс. Давай смотреть дальше, у нас еще три девочки, посмотрим их. Прощай. Пока. Прощай. Ого, не все, от Кати ничего не осталось. Как всегда, оказался прав. Естественная внешность гораздо выше. Александр, ребенок. С кем встречаешься? Да. С ребенком. Что? Ну, с Александром. Героиня проверяет действия своего нового образа на мужчин, давайте-ка посмотрим нашу рубрику совета красоты. Ооо. Тереть в кожу головы и подержать под махром полотенце в часик-другой ваша шевелюра будет радовать и вас, и окружающих ослепительным блеском. А сейчас советы от Дениса и Юлика. Смотрите, если, если взять немножко щупалит кальмара в чесночном соусе, да, и вот так вот на лицо нанести, то как вкусно пахнет. Подожди, я сейчас еще за косметическими средствами схожу. Втирайте в кожу и у вас ни прыщиков, ни черных точечек, нечто. Буквально помешались на этом стиле японских рок-музыкантов. Он называется Вижу ОК. Рапагандирует сложные прически и яркий макияж. Ну, что происходит? Привет, меня зовут Полина, мне 19 лет и стиле не... Йоу, ей 19 лет, оператор. Близок Вижу ОК, стимпанк и психотерический транс. Буквально Вижу ОК это визуальный стиль. Он выделяется ярким макияжем, безумными прическами и анрогенной эстетикой. Странная девочка. Иногда я немного жалею, что родилась... Возможно, это пот. Это Иногда я немного жалею, что родилась не в Японии, ведь Вижу ОК ассоциируется именно с этой страной. Очень подходит под образ японской гейши. А вот эти на слайде ассоциируются у меня с героями японских мультиков. Мне всегда очень нравился макияж в стиле японской девочки. Готическая лолитка. Кем вы работаете? Роститутка. Образов Вижу ОК, который мне очень язык. Она как будто ела грифель, чтобы в школу не пойти. Обращает на меня внимание. Мне это нравится, потому что не каждая осмелится выделиться из толпы. Полина, привет. Привет. Я вот как-то по городу в халате гонял на самокате. Это же все врачели в него. Все хотели прокомментировать. Ты знаешь, у тебя халат распахнулся и у тебя мудя вот так вот трясется. Охуй. Ответок больше будет в Инстаграме. Привет. Я так понимаю, визуально ты поклонница стиля Вижу ОК, да? Да, мне во многом близок Вижу ОК в своих идеях. Они как будто у них, знаешь, есть задание сказать слово Вижу ОК 300 раз за выпуск. Они такие, о, это Вижу ОК, да, это Вижу ОК, Вижу ОК. это Корея, типа, как К-Поп. О том, чтобы сделать себе операцию, чтобы сделать более кошачий разрез глаз. Ну, покажи, как это будет. Никак? Нет, точно нет, я тебя срочно отправляю к воду, не хочется потерять еще. Ты что, ты, ты что, ты хочешь сделать со своей внешностью сама? У тебя что, есть какой-то вкус, какие-то трава? У тебя, ты что, желаешь выглядеть как-то не так, как хотим мы? Ну, пот тебя отрежет лицо. Что за звуки? Писк был. Это на улице? За нами приехали? Это пот. У меня пот, блядь, в пробке стоит. Имя Полина, возраст 19 лет, больна Японии. Пот может придумать много разных болезней. Да, но Полина просто шлюшка. Ну, просто шлюшка такая. Мне кажется, ты болен оскорблением. Ну, она просто такая, ну, хочу, чтобы все видели меня. Вот такой вот. Просто визуалкей звучит не так пошло. Шлюшка, если ты со всеми трахаешься, берешь за это деньги. Нет, это шлюха. Это шлюха. А девушка, которая так выглядит, ну, это шлюшка такая. Это даже не оскорбительно. Многие девушки, типа, это уменьшительно ласкать. Многие девушки, может, хотят, чтобы их назвали шлюшкой. Ты шлюшка? Пожалуйста. И там, бородатый мужик такой сидит, да. Я шлюшка. Есть такие, чувак, есть всякие разные. Пишите комментарии. Есть люди, которые ноги любят, могут показать. Зачем? Они все на канал, мочевые подписаны. Я Полина, японская кукла. Ошибка. Зеркало прямо перед тобой. Повторю вопрос. Кто ты? Я Полина, японская кукла. Прошу прощения, но японских генов в тебе не обнаружено. Странно. Странно, ведь японцы в меня постоянно кончают. Генов во мне их должно быть дохуя. Я знаю этот стиль и очень хочу, чтобы он оставался в Японии. Это ненатуральный, искусственный и очень вредный для здоровья стиль. Не вижу ничего вредного. Почему? Он только что целую нацию унизил. Да. Такой японцы странный. Это просто, знаешь, типичный какой-то батя, который перед телеком сидит, его в роботу превратили. Че это, блядь? Ну только это все обрабатывается и в итоге выходит типа, это неправильно. У меня все прекрасно и с волосами, и с кожей. Это пока, но со временем ты поймешь, что сделала большую ошибку. Тон на косметике и краски для волос все это лишит тебя твоей натуральной красоты раньше времени. Не знаю, не знаю, я не использую тон на косметике. Ты хочешь сказать, что то, что у тебя на лице... Какой пот активный он туда. Да, и какой еще пот душный. Ему все говорят, у меня все нормально. Нет, у тебя все плохо. То, что у тебя на лице, это все твое натуральное? Нет, это не натуральное, но чуть-чуть выделенное, вот и все. Скажи, пожалуйста, а что это за коровий колокольчик у тебя на шее? Ты замечательный кошачий ошейник. А я думал, ты отбилась от стада. Люблю, когда меня унижают. Вы поступили с этой девушкой? Сняли, послали или жрели? Как бы ты с ней поступил. Послал. Я думаю, послать. Почему ты так думаешь и почему ты так радуешься этому факту? Мало кто поймет мой образ в этой стране, во всяком случае. То есть, ты уже привыкла, что тебя посылают? Нет, обычно проезжают такие пятьсот. Я такая, чё? Они такие, ну ладно, две тысячи. Я такая, чё? Хорошо, давай проверим. Это бы я послал, потому что она очень провальная и я был как-то... Провальная, провальная. Я же говорила. Она с выпускного, что ли? Ну я же на нее послалю. Не-не-не, послал бы. Даже знакомиться бы не стал. Пошел ты, идиот. Ей как будто нравится, когда я унижаю. Да, пошел ты. В таком случае, если ты считаешь, что у тебя все в порядке, а все вокруг мало развиты, то нам с тобой говорить не о чем. Почему так резко? Ты же меня сюда пригласил. Я хочу спасти твою естественную красоту. А японский стиль Visual Cake пусть останется в Японии. А я хочу посмотреть, что ты можешь мне показать. Это ты мне можешь... BDSM, BDSM Cake. Только пот будет связывать этими шнурками от камер, всем таким штативами загибать человека. В таком случае, выбери, пожалуйста, икону стиля. Агнес Дэйн, Рэйчел Берсон, Натали Бортман, Кира Найкли. Натали Бортман и Кира Найкли одинаковые люди. Вообще одинаковые, да. Я раньше, типа, ну их прям реально путал. Их все путают. Отлично, запускаем финальную стадию. Вау. Ух ты. Вот ты разошел. Ого. Ничего себе. Как будто, знаешь, персонаж игры засовывают в какую-то машину, а она выплевывает симов. Для Sims 2. Просто. Что тебе нравится сейчас в себе? Мое лицо, его видно. И глаза выделяются сразу же. Волосы настоящего цвета своего. И кролики шикарные. Они слишком быстро перебываются. Вот я попахаю. Держу. Надо показывать еще. Надо растянуть шоу до часа и показывать, как их холодной водой поливают, мучают, заставляя принять новую себя. Ты думаешь, эти моменты типа пропустили просто, да? Да. 100 опрошенных хотели тебя послать. Давай посмотрим, что изменилось тебе. Вот это милашка тоже надо. С ней можно было что-то сериалку изменить. Попилки очень добрые. Глаза, красивая улыбка. Явно только женился. Как мило. А мне приятно смотреть на тебя такую. Спасибо тебе, Пот. Теперь я знаю, какая я красавица на самом деле. Да, в 2006-м все, видимо, одевались под вкусы робота. А в прошлом все тупее были. Точно. Теперь я знаю, какая я красавица на самом деле. Давай я расскажу, как я добился таких результатов. Не надо. Твоим зеленым глазам очень подходит натуральный русский цвет волос. Будут еще лайфхаки типа про внешность. Удачи, Полина. Прощай. Спасибо тебе, Пот. Пока. Вау! Полина! Я тебя не узнала. Наконец-то. Наконец-то ты выглядишь красивой, нежной девочкой. Я вот всегда мечтала о тебе. Спасибо. Мне тоже очень нравится. Пойдем покажем, что хайка. Это как странно. Здравствуйте. Меня зовут Евгения. Мне 20 лет. Все. Стиль я могу назвать клубным безумием. Как у любой клубной девушки, у меня очень яркий гардероб. Очень много пайеток, розовый цвет. Клубная девушка? Это вот она, Шишка. У них, наверное, одежда, с которой, знаешь, всякие жидкости хорошо стекают. Всякие золотые топики. Вот такая меховушечка. И потом она стоит перед этим подом. Под такой, ты плохо выглядишь. Она такая, пошел нахуй. Замути мне коктейль, под. Под такой, я тебя изменю. Пошел нахуй, под. Где толчок? Она, это, типа, еще оператор такой, гостил им дымашку. Много, мы любим. Как у любой заядной сосочницы, у меня очень много косметики, и я без нее жить не могу. А кем она работает? А, есть же такая работа, где, короче, ты приходишь реально тусить, тебе за это платят, типа, клубов, в которых мало людей. Некоторые, ну, платят девушкам красивым, чтобы они приходили, кальян курили, им там косарь платят. Знаешь, не знал такое? Ну, гад. А это есть, можно вот устроиться. Это только работа. А можно, типа, повесить на свой офис табличку клубной, написанный фломастером, и кучу баб у тебя заказать, чтобы они сидели, и ты такой, вау. А они такие сидят, кальян курит, вот такие. Где бухла? Ты такой. Впрочем, мое рабочее место офис, и все мои коллеги в шоке от моего образа. Перепутала, рынок. Такая модельчика есть, тут такая еще модельчика есть. Я надеюсь, что Подик подберет что-нибудь для моего нового образа, и все будут довольны. Женя, привет. Привет, Саша. Привет, сучка. Чай пьешь, ческаньячка, нет? В офисе, у меня есть, честно, я вам расскажу секрет, недавно сорвались мои контракты и мои коллеги. Правда, никогда бы не подумала. Из-за моего образа, потому что клиентам кажется, что я несерьезная. Отправляйся к Поду, он себе поможет. Спасибо. И Под ей классический монгольский костюм кожаный, такой латный делает. Это естественно для ваших. Для ваших. Загрузка данных. Имя Евгения. Возраст 20 лет. Пугает коллег. Привет, я Под, преобразующего в электроид. Ааа. По-моему, Под, пиздлявый, обсосный дебил. Вот как переводится. Пиздлявый, обсосный дебил. Представь, они прям, я просто из других, из чужих уст это услышал, и смешнее стало. Если бы они реально в передаче такие тун-тун-тун. Привет, я Под, пиздлявый, обсосный дебил. И сегодня я буду подбирать тебе новый стиль. Тогда было в передаче лучше. На все 100%. А почему ты седай? Я не седаю, ты меня просто так плохо показываешь. Пошел нахуй, Под. Мне кажется, что уважающий себя парикмахер. Илюш! И там ходит мужик такой, и Под такой, что происходит? Посторонний в студии. И он такой, Илюш, он меня обозвал. Он такой, что, блядь? Я робот. Который сделал такое, обязан отрезать себе руки. Я тоже так думаю. Вот он доебался не по теме. А что такого? Жесткий тип. Он трашный робот. Я офигенная, роскошная, Женя. Давай посмотрим, считают ли окружающие тебя роскошными? Считают, конечно. Обратимся к общественному мнению. А представь, они там варианты выбора дают. Все плохие, типа дряни, мразь, Чтобы точно они выбрали, она в каналаху. И ее спрашивают, как ты думаешь, что они выберут? Она такая, что вы, что вы, просто оскорбляйте меня. Да, они не показывают момент, где она начинает плакать. Поэтому они просто не показывают эмоции, она безэмоционально стоит. Да, хорошо, мне нравится. Потому что за кадром пиздят. Их пиздят. С двустволкой стоят, потом мужика с двустволкой вырезают и подрисовывают. И объективом так в лицо. И подрисовывают поды на это место. Я задал людям на улице вопрос, как вы думаете, у этой девушки нет проблем, нет времени или нет вкуса? Как ты думаешь, что они ответили? Что же они ответили? У меня 99 проблем и ни одной из сук. Смотрим. У этой девушки совсем нет вкуса. Полный отстой, вкуса вообще нет. Сказал персонаж фильма, как это ты назывался? Парни Турбо. Персонаж твой дядя, типа. У меня, блядь, так дядя выглядит. Персонаж твой дядя. Полный отстой, вкуса вообще нет. У родин нет вкуса. У меня изысканный вкус. Итак, Женечка убедилась, что выглядишь ты очаровательна. Может, ты тогда сам... Заметь, пот... Мне вообще похуй, не очень высокая сумма. Как и всем, пот вообще никого не переубедил. Пот просто их насильно меняет. Но может, ты тогда сама разрешишь проблему с работой, которая на грани срыла из-за твоего внешнего вида. Мне кажется, пот подстраивает, знаешь, все вот эти гадости. Вот первая девочка, она там писала друзьям, а пот перехватил сигнал, ее смс-ку, и не доставил друзьям, и друзья подумали, что она не ответила, и мы пошли без нее тусить. Она думала, что друзья... То есть он главный злодей, главный органист на самом деле. Вот она, видишь, а тут он подстраивает ее увольнение с работы специально. Манипулирует ее. Бодик, я знаю, что ты мне поможешь в этом изобраться. Я уверен, что у тебя очень красивые ножки. Бодик, зай, купи мартени. Я уверен, что у тебя очень красивое лицо, только его не видно за таким количеством косметики. Давай уберем все лишнее и откроем все. Она так круто... Короче, приглядеться, она же стояла, короче, и тряслась, неудобно было. Там можно обратить внимание. Там такая, блядь, надо устоять. В таком случае выбери, пожалуйста, икону стиля. Ничего себе. Дин Кандалаки, Анита Цой, Люси Лью, Ксения Собчак. Я думаю, она Анита Цой выберет. Конечно же, я выбираю Ксения Собчак. Блин. Глубокое очищение. Глубокое очищение. Тащите шланги, щетки, мыло, уксусную кислоту мы отмоем эту дрянь. Забыла вытереть губы. О, это неправда. Не спорь, а продолжай стирать. Кстати, ты замечала, что Ксения Собчак? Она, знаешь, что они себе такие снеги делают, чтобы скрывать, что она на тутиже постоянно, у нее такие снеги настоящие, она просто дополняет их, вот, чтобы не палиться, и все. А сейчас она снимает, он такой, ой, блядь. Не, слушай, у тебя другой случай. С таким не работал. Было лучше, верни все, как было. Кстати, ты замечала, что Ксения Собчак носит минимум косметики на лице? Я буду тоже так делать? Ты похожа на трубочиста. Рандомное унижение от робота типа. Ты похожа на зеркалку. На кирпич. Что же тебе помогает каждый день выглядеть так искусственно? Мои любимые родители. Бедные родители. Они голодают для того, чтобы ты уродовала свое лицо. Просто они меня очень сильно любят. Они еще сильнее тебя полюбят и будут тебе бесконечно благодарны, если ты перестанешь клянчить у них деньги на косметику. А я буду благодатна тебе. Вот и договорились. Переходим к финальной стадии моей программы. Преображение. Милая девочка. Не, я не говорю, что мне приятно. Ну, слушай, нет, стало лучше. Признаю, стало лучше. Не, стало лучше. Та просто как какая-то шалама. Да, выглядела. То есть... Давай посмотрим, что теперь скажут о тебе люди на улице. В прошлый раз на вопрос у этой девушки нет проблем времени или вкуса, все решили, что у тебя нет вкуса. Посмотрим, что будет теперь. У этой девушки все замечательно. У нее нет, как это правда. Очень зловая девочка. Да у него такая широкая шея, что она прям переходит в голову. Да, размером в голову. Он выглядит, как палец. Очень зловая девочка. Я думаю, что у нее не хватает времени. Конечно, с один наряда. под свой комментарий, скорее всего, я деловая девочка. с таким нарядом я со всеми заказчиками подпишу контракты. Ну что, Евгений, приятно слышать такое в свой адрес. Да, спасибо тебе огромное. чтобы заняться платным сексом, нужно подписывать что-то, какие-то контракты. По-моему, там без всякой обычной макулатуры происходит, обычная. Да, спасибо тебе огромное, подик. Я надеюсь, что теперь коллегам понравится твой внешний вид. Конечно, понравится и я надеюсь, что они оценят мой наряд и твой вкус. Непременно. Спасибо тебе, Женя. Я надеюсь, подуру забить объектив. Все еще надеюсь. Ну, охарестно! Вам нравится мой новый образ? Я честно говоря, это Женя. Мне кажется, что наш бизнес пойдет в город. Блин, что в Турин так будет ходить? Все, я обещаю. Черт, мне кажется, в их компании никто не работает, кроме этих двух чуваков и ее. и эта компания называется типа там, не знаю, 18 teens, что-нибудь такое. Это компания... Legal teen porn, что-то вот такая компания. Компания называется Яна и номер телефона, который в Питере везде вот эти... Да-да-да. Один печаток, другой разглеивает. Она работает. Привет, рада тебя видеть. Прошло две недели. Своим образом. Я стала меньше пользоваться косметикой. Я экономлю столько времени. Вот. И поняла, почему она испуганно выглядела. Я немножечко зациклилась на Японии. Я открыла для себя много нового теперь. Например, я теперь кондуктор. Не хочу в Японию, хочу всю жизнь работать. Вот изменила ее жизнь, передев ее. Она такая, а мне Япония уже не так стыдно нравится. Может, я и не любила Японию. Теперь я хочу изучать физику, информатику и сделать искусственный интеллект. Теперь я отдам всю свою жизнь на создание искусственного интеллекта. И они все так начинают говорить, и Потт такой, ахахаха. Какую хуйню я несу. Блин. Вот закончилось. Потт, ну как тебе удается вернуть нашим героям естественную красоту? Как тебе это удается? Это талант. Потт, ты никогда не отличался скромностью. Скромность? Какую ты... Ну что ж, какая хуйня? Это полный пиздец. Это самая хуевая хуйня, что я имею в виду. Полная, срань, хуже только горячие мамочки. Горячие мамочки-то. Я даже не знаю, что хуже. В горячих мамочках просто не старались. Какой процент ты смотрел? Посмотрел до этого момента типа два. Два. Тридцать процента. Не два. В горячих мамочках просто не старались, а тут старались, но плохо старались. Я даже не знаю, что хуже. Но надеюсь, этот реакт вам понравился. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Дениса, ставьте лайки этому ролику и покупайте худи Конч за 500. Ссылка в описании. Робота там тоже нужно найти. Всем пока.